Ирма сделала всё для того, чтобы жители Флориды запомнили её навсегда. У нас уже более суток нет света. Таких, как Марш, более шести миллионов. Больше всего пострадал архипелаг Флорида Кис. Это несколько сотен островов, которые расположены между Мексиканским заливом и материковой Флоридой. Нам нужно проверить наши дома. В следующий раз мы останемся. Сначала нужно проверить дороги. Дороги до Киларго в порядке, можно проехать. Власти с местными жителями не согласны. По их данным, большую часть мостов, которые соединяют острова между собой, сильно повредил ураган. К тому же в домах на архипелаге нет ни воды, ни телефонной связи. Губернатор Флориды уже заявил, на общее восстановление региона уйдёт много времени. Электрики же обещают полностью вернуть свет в повреждённые регионы не ранее, чем через месяц. Люди могут неделями ждать восстановления электроснабжения. Со всей Америки во Флориду направляется помощь. Прежде всего, это трейлеры с генераторами и целые команды коммунальных работников, чтобы вернуть пострадавшим территориям самое необходимое. Коммунальщики едут сюда не только со всей страны. Некоторые приезжают даже из Канады. Десятки тысяч людей сейчас направляются на восстановительные работы. Западная часть Флориды пострадала меньше всего. Но и здесь местные жители признаются, такой стихии не видели никогда. Например, в городе Джексонвиль ураган Ирма вызвал самое большое наводнение в этом столетии. «Наводнение продолжается, наши спасатели работают всё время. Мы молимся, чтобы в городе не было людей, которые бы попали в ловушку». В этой части штата ураган больше всего повредил дома и деревья. «Я почти плачу, когда вижу сломанные деревья. Вы представляете, сколько нужно лет, чтобы вырастить новые?» Центр по наблюдению за ураганами уже понизил статус Ирмы до посттропического циклона, который затрагивает штаты Джорджия, Южная Каролина и частично Алабаму. Местные власти пока даже не берутся подсчитывать убытки, но уже признают. Ирма нанесла Флориде значительно меньше вреда по сравнению с островами в Карибском бассейне. Так, ураган практически уничтожил острова Барбуда и Сан-Мартен. И по последним данным, общее количество жертв уже достигло 40 человек.